Потеря иммунитета у переболевших COVID-19 в первую и вторую волну коронавируса, несоблюдение правил профилактики, нежелание сделать прививку повлияли на рост заболеваемости, который наблюдается в Кыргызстане, и главное – новые штаммы вируса. Увеличение, в первую очередь, появление новых мутированных штаммов – это южноафриканский, британский, российский. И тотальное несоблюдение населением элементарных средств профилактики – это ношение масок, соблюдение гигиены рук, физической дистанции. Ещё одна причина повышения показателей связана с большей доступностью лабораторной диагностики, отмечают в Минздраве. Сегодня функционируют 30 ПЦР-аппаратов. В сутки обрабатывается до 8 тысяч проб. Цены в частных лабораториях снижены в полтора раза. Новые штаммы более заразны. Риск госпитализации в два раза выше, тяжёлое течение и так далее. Сегодня состав пациентов, стационаров заметно помолодел. Есть много детей. Большинство больных приходится на столицу. И поэтому выход один – вакцинация, говорят медики. В Бишкеке осталось около 11 тысяч доз российской и 1 тысячи китайской вакцин. О поставках новой партии Кыргызстан уже договорился. В ближайшие дни прибудет более 1 миллиона доз синофарма. Лидирует по количеству больных Бишкек, Чуйская, Джалабадская, Ожская и Баткенской области. Наименьшее число зарегистрировано в Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях. Бишкек, Ож и Чуй вошли в красную зону. Все больницы находятся в степени боевой готовности. По стране развернуты 8 тысяч койко-мест. В Бишкеке имеется 447 свободных коек. На сегодняшний день, как только начали расти число заболевших или заразившихся, мы начали в плановом порядке по очередности открывать. На сегодняшний день в принципе в национальные центры хирургии, в тезиатрии, в профильных больницах есть своя красная зона. Буквально вчера мы открыли военный госпиталь села Бишкунгой на 70 коек. И дополнительно имеется в виду военный госпиталь города Ож на 60 коек. На базе Суворовского училища там 210 коек тоже открыто. Столичная мэрия открыла дневные стационары, а также дала рекомендации всем организациям перевести 50% персонала на удаленный режим работы. Проблем с СИЗами и лекарственными препаратами не ожидается, уверяет Минздраве. Что касается лекарственных средств и средств индивидуальной защиты, Министерство здравоохранения на республиканском штабе ежедневно ведут мониторинг и дают указания, чтобы был неснижаемый двухмесячный, трехмесячный запас СИЗов и лекарственных средств. Всего за время эпидемии выявлено свыше 126 тысяч случаев заражения. Борьба с вирусом должна касаться не только штаба или Минздрава, но и населения, твердят медики, и призывает кыргызстанцев вакцинироваться, носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию и не посещать общественные места. Иначе мы столкнемся и с четвертой волной.